Провожаем зиму, встречаем весну. В минувшее воскресенье на территории Багаевленского собора горожане стали участниками масленичных гуляний. Кстати, они прошли впервые. После литургии прихожане отведали горячего чая, блинов и стали участниками спортивных состязаний. Но главной целью масленицы стал благотворительный сбор средств для лечения больных детей. Именно эта идея, по словам настоятеля прихода протоиерея Василия Корды, глубже всего раскрывает душу человека. И тем самым подготавливает ее к Великому посту. Продолжение темы в сюжете. После божественной литургии на территории Багаевленского собора развернулись настоящие масленичные гуляния. Здесь и ряженые скоморохи, и ожившая традиционная русская игрушка-матрешка, и, конечно, горячие чай-блины. Грандиозный праздник для горожан подарили преподаватели и воспитанники Филофейской гимназии, воскресной школы, а также артисты октября. Для юных новоуренгойцев организаторы подготовили спортивный марафон. Свою силу дети проверяли в перетягивании каната и в бою мешками. Ловкость и скорость в эстафетах, пройти которые можно было только на самокате. Популярным было также катание на тюбингах. Это очень весело, мне очень понравилось. И когда я праздновала дома, это было не так зажигательно и удивительно. Мне больше всего понравилась атмосфера масленицы, костюмов, которые все ходят, и чай, которые раздают на улице. Тут можно поиграть в любые игры, узнать очень новое о Господне, о храме. Здорово! А какой конкурс тебе больше всего понравился? Больше всего мне понравилось кататься на тюбингах. Мы даже не рассчитывали на такое количество детей. Настоящий праздник получился такой для города. Поэтому я думаю, что будем проводить такие мероприятия ежегодно. Так массово встречают масленицу здесь впервые. А главное то, что не только праздничное веселье объединяет прихожан. Смысл заключается в другом. Эта неделя в преддверии прощенного воскресенья и Великого Поста призывает к добру, общению с ближними и родными. А еще, по словам настоятеля храма, протеерея Василия Корды, душа человека раскрывается глубже. Этот праздник еще мы старались наполнить именно христианским смыслом. В этот день у нас проводится благотворительная акция по сбору средств для больных детей. И это очень важно, когда дети здоровые, полные сил, полной энергии работают, если можно так сказать, для детей больных. Они об этом знают, мы об этом говорим, что вы трудитесь не просто так, а ваша радость может быть наполнена таким смыслом и таким содержанием. С давних времен масленица считалась праздником равноденствия. Так люди провожали зиму и встречали весну. Несмотря на то, что холодное время года на Крайнем Севере достаточно продолжительное, частичку тепла горожане все же друг другу подарили. Анастасия Волкова, Ксения Солошенко, Антон Берестянский. Служба новостей. Импульс.